Всем привет! Вы на канале Виктории. Вот и лето пришло. И сегодня покажу свои покупки, наверное, не летним настроением. Точнее, наоборот, я сделала эти покупки, чтобы поднять летнее настроение себе. Это продукты марки Кафе Мини. Это уже известный российский бренд, но я с ним не была знакома. Бренд позиционирует себя как экологически чистые продукты. Это натуральные компоненты, не тестируются на животных. Упаковки из перерабатываемого пластика. Стаканчики можно сдать на переработку и получить скидку 20%. Классные ароматы, приятные, открывают множество эмоций. И самое главное, производитель заявляет высокое качество продукта, современный стильный дизайн по демократичной цене. Меня радует, что это натуральная косметика и что она может выглядеть современно, стильно, оригинально и привлекательно. Производство находится в Московской области. Экзотические масла и экстракты закупаются в регионах их перерабатывающих. То есть масло какао в Индонезии, масло органи в Марокко и так далее. Вот шелковистая текстура этих уходовых продуктов, приятные ароматы, превращает процесс ухода в истинное наслаждение. Итак, из пяти разделов уходовых средств я выбрала для себя. Начну с самого начала. Это уход для лица. Вот в таких вот мягких упаковках это гель для умывания. Идеальная чистая кожа для всех типов кожи. Здесь в составе экстракт айвы и граната. Объем 100 мл. Мягкая упаковка. Удобно брать с собой ее в дорогу. Состав указан здесь на дне. Очень удобно. Единственное, что, конечно, девочки говорят, что неудобно. Само много средства выходит всегда из этой упаковки. Но буду пробовать. Пока ничего сказать не могу. Также я взяла попробовать из тоников. Там было два или три варианта. Я выбрала себе детокс матирующий тоник для лица. Зеленый чай. Значит, здесь активные ингредиенты. Это экстракт листьев зеленого чая, сок алоэ вера. Тоник оказывает моментально матирующий эффект. Не содержит спирта. Эффективно очищает поры и способствует их сужению. Очень приятная такая, как бы я сказала, прорезиненная упаковка. Вот такой здесь дозатор. То есть попробую и уже составлю свое мнение в пустых баночках. Дальше в уходовых средствах за лицом. Это был у меня скраб для лица чистая кожа. Тоже было несколько вариантов. Я выбрала такой с голубой глиной и шалфеем. Здесь также в составе косточка абрикоса. Экстракт с шалфеем обладает противовоспалительными действиями. Нарализует работу сальных желез. Предназначен для жирной кожи 110 мл. Очень мне нравятся эти упаковочки. Они яркие, действительно стильные. Значит, здесь такая пленочка. Вот такой вот скраб. Тоже буду пробовать. И здесь написано, что 100% переработка пластика. Классная упаковка. Буду повторять еще не один раз. Дальше то, что я взяла попробовать, это, конечно, маски для лица. Это моя любимая тема. У этого бренда Кафе Мими несколько серий масок. Я взяла попробовать из разных серий. Значит, вот такую масочку для лица. Витамины В3, В5, В6, В7 и С. Дарит сияние, нежность, эластичность, улучшает цвет лица. Витамины группы В увлажняют, питают, насыщают кожу, сокращают количество морщин. Придают коже сияющий вид. Витамин С предотвращает появление пигментных пятен на лице. Для всех типов кожи 110 мл. Вот такая масочка. Достаточно плотная консистенция. Буду пробовать с витаминками. Масочка на лето. Самое то. Дальше я взяла попробовать вот из такой серии. Это ночная маска для лица восстановления. Значит, в состав входит масло манго и амарантовое масло. Способствует восстановлению кожи во время сна. Питает и глубоко увлажняет кожу. Разглаживает мимические морщины. Выравнивает тон. Придаёт здоровый цвет кожи. Значит, способ применения нанести на чистую кожу лица на 5-10 минут. Снять излишки маски салфеткой. То есть не смывать водой. То, что я люблю, чтобы маска работала вот такая. Ну, приятный косметический аромат у маски. Манго не слышно сладкого. Наверное, может быть, это амарант. Следующая маска для лица. Глубокое увлажнение. Миндаль, белый чай. Масло миндаля, экстракт белого чая. Для сухой чувствительной кожи. Масло миндаля увлажняет, насыщает кожу лица. Экстракт белого чая тонизирует. Более такого кремового цвета. Тоже миндаля нет. То есть, опять же, какой-то косметический аромат. Следующая маска. Обновляющая. Саха кислотами. Мягко отшелушивает и увлажняет кожу. Повышает тонус и эластичность кожи. Здесь на упаковочке везде, что перерабатываемая упаковка. Значок. То есть, состав, производитель. Способ применения. То есть, все эти масочки наносятся на 5-10 минут. Так, здесь такое, как мороженое в крем-брюле. Интересно тоже все попробовать, как они оказывают действие. Так, дальше. Серия масочек. Вот таких вот саше. Я выбрала коллагеновую экспресс-маску для лица с экстрактом белого лотоса. Ультра-увлажнение. Значит, активные ингредиенты здесь. Экстракт белого лотоса. Экстракт винограда. Масло купуасу. Масло авокадо. Это моментально восстанавливает водный баланс кожи. Заявляет производитель. Благодаря чему лицо выглядит отдохнувшим. Сияющим. Для всех типов кожи. 15 мл. Нанести на 15 минут. Снять излишки маски салфеткой. Не требует смывания водой. Опять же, прекрасно, что не обязательно смывать водой. Что мне и нравится. И вторую масочку из этой же серии я выбрала себе. Разглаживающая экспресс-маска для лица с экстрактом магнолии. Молодость и упругость кожи. Масло жажеба. Здесь активный ингредиент. Экстракт розы. Масло розмарина. Экстракт магнолии. Гладкая и упругая кожа. Благодаря ценным маслам. Препятствует увяданию кожи. Улучшает состояние коллагеновых и эластиновых волокон. Вот такие вот классные обещания. Дальше. Конечно же, я не прошла мимо. У них есть большой ассортимент и тканевых масок. Я выбрала себе успокаивающую тканевую маску для лица. С экстрактом банана. Наполняет кожу влагой. Успокоит и придаст ей гладкость. Для всех типов кожи. Расслабься. Маска сделает все за тебя. Это заявляет производитель. Способ применения. Нанести тканевую маску на предварительно очищенную кожу лица. Через 10-15 минут снять маску. И распределить остатки средства по лицу. Не требует смывания. Не использовать повторно. Вот тоже мне нравится, что не требует смывания. Дальше. Еще одна масочка тканевая. Это омолаживающая тканевая маска для лица с секретом улитки. Которая стимулирует естественную выработку коллагена. И защитит клетки кожи от преждевременного старения. Такую тоже масочку взяла попробовать. Дальше. Второй раздел. Уход за телом. Здесь я взяла вот такое мыло-скраб банан Ильичи. Мыло-скраб на основе натуральных косточек абрикоса. Деликатно очищает и обновляет кожу. Объем 110 мл. Вот такой вот банка изготовленная. 100% переработающего пластика. Способ применения. Понятно. Вот такой вот мыло-скраб. То есть с косточками. И еще для тела скраб, шоколад и апельсин. Значит в состав входит тростниковый сахар, морская соль, масло апельсина, масло какао, масло миндаля. Масло апельсина придает коже свежесть, увлажняет, возвращает ей тонусу и упругость. Масло какао питает, смягчает. Кожа становится мягкой и бархатистой. Это как заявляет производитель. Вот такой вот скраб. Тоже 100 мл. Вот такой красавец. Тут конечно шоколадный аромат. Классный. Дальше в моей покупочке были гели для душа. Это гуава и клубника. Упаковки конечно шикарные. То есть они действительно мимимишные, как кафе Мими. Такие вот они как прорезиненные. Здесь вот такой вот дозатор. А аромат вообще бомбический. То есть когда в душе, я уже конечно попробовала, не сдержалась. В душе аромат стоит шикарный. Единственное, что конечно он не очень стойкий. Я люблю, когда после душа еще на теле аромат чуть-чуть удерживается. Этот недолго держится на теле. Значит объем 300 мл. Гель с сочным ароматом, яркой упаковкой. Экстракт гуавы придает коже свежесть и сохраняет упругость и тонус. Сок клубники увлажняет и тонизирует кожу. Придает ей глатость и шелковистость. Такой я взяла на пробу и конечно же не прошла мимо. Есть еще у них в арсенале такой гель для душа банан и личи. Тоже яркий, желтый, как солнышко. Нежный тропический аромат. Экстракт банана смягчает и успокаивает упругость, повышает упругость кожи. Экстракт личи насыщает кожу витаминами, делая ее гладкой и эластичной. Классные. Ели. Буду пробовать и наслаждаться. Теперь в третьем разделе уход за ногами. Я выбрала себе скраб для ног с пемзой. Здесь входит масло бергамота в состав и экстракт имбиря. Помогает нормализовать секрецию плотовых желез, снимает усталость и освежает кожу. Объем 110 мл. То есть, действительно, достаточно попробовать в удобной упаковке. И вот такой вот консистенции. Тоже как желе. Кусочки пемзочки. Тоже интересный аромат. Дальше, в четвертый раздел уход за руками. Здесь я выбрала крем-баттер для рук, восстанавливающий молодость кожи. В состав входит экстракт мандарина, масло жажоба, масло ши. То есть, увлажняет, питает, придает коже нежность, гладкость и шелковистость. Объем 50 мл. Здесь он зафольгирован. Кремик. Ну вот, заинтересовало меня, конечно, масло мандарина. Я надеюсь, что пахнет пока не хочу открывать, потому что есть в использовании. Срок годности продукции до 2022 года. То есть, грубо говоря, 2 года еще есть запаски. И пятый раздел это уход за волосами. Приобрела я вот такой вот бальзам для волос питания и объем. Экстракт ягод Асайи, масло макадамии. Насыщает волосы жизненной силой, восстанавливает, делает послушными и придает объем. Для всех типов волос 100 мл. Опять же, приятная мягкая упаковка. Удобно взять с собой в поездку. То есть, шампуни и бальзамы были в больших упаковках по 200 мл. Вот я взяла попробовать пока 100. Буду пробовать. Вот все-таки за вот эту открывашку. То есть, что неудобно. Ну, опять же, слушала я девочек отзывы. Буду смотреть. Сама пользоваться, оставлять свое мнение. То есть, 95% натуральные ингредиенты, как они заявляют себе, позиционируют. И также я приобрела себе кератиновую маску для волос восстановления, блеск, гладкость волос. Масло Амлы тонизирует волосы, усиливает их блеск. Оказывает кондиционирующее действие. Экстракт гамма Мелеса увлажняет и придает идеальную гладкость волосам. Для любого типа волос 100 мл. Состав ингредиенты, указано здесь вот на упаковочке. Ингредиенты все 95% натуральные. Вот такая масочка. И также я, конечно же, заказала, вернее, приобрела себе шампунь. Экспресс-восстановление для окрашенных и поврежденных волос. И бальзам. Экспресс-восстановление для окрашенных и поврежденных волос. Что самое больше мне понравилось, это, конечно, вот эти вот стаканчики для кофе. То есть, вот эти обалденные. Ну, это как раз объем 220, если эти маленькие по 100, эти как стаканчики для кофе. Это действительно классно, приятно. И поднимает настроение. Я выбрала прям желтый-желтый цвет, солнечный. Так вот, за шампунь. Шампунь объем, как я уже сказала, 220 миллилитров. Очень мне понравилась эта классная упаковка. Стаканчики из-под кофе. Шампунь на основе экстракта мальвы, масла бабасу и растительных протеинов. Помогает быстро и эффективно вернуть волосам здоровый и ухоженный вид. Восстанавливает и укрепляет структуру волос по всей длине. Устраняет, предупреждая их ломкость и сечение. Для более выраженного эффекта использовать в паре с бальзамом. Конечно же, бальзам, то есть экстракт мальвы, масло бабасу, насыщает волосы необходимыми питательными веществами. Вот такой вот шампунь и бальзам. Такая вот консистенция бальзама. То есть она не текучая, достаточно плотная. И шампунь. Шампунь более такого кремового. Шампунь, конечно, жидкая. Авария. Авария. Ну вот на этом все. На сегодня это все мои покупочки продукции Кафе Мими. Буду пробовать, составлять свои отзывы и уже делиться с вами в пустых баночках. А на этом на сегодня все. Всем спасибо. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем спасибо. Пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok